Привет, меня зовут Авами Лиса, и сегодня я расскажу вам историю моих комплексов. Обязательно делись этим видео со своими друзьями, обязательно ставь лайк под это видео, если вы хотите больше знать моих каких-то личных видео, моих историй. Не переживайте о том, о чем вы переживаете, потому что, поверьте, вы можете справиться с любой своей проблемой. Я вас верю, я вас верю. Если ты себя не веришь, то я верю в тебя. Потому что если тебе однажды что-то понадобится, если ты однажды поймешь, что ты больше не хочешь во всем этом вариться, то у тебя все получится. Я это знаю, я через это прошла. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись, тык, и включи себя в давление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Когда я поступила в первый класс, мне было 5 лет. Да, в первый класс я поступила в 5 лет. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам, почему так вышло, но сегодня мы не про это. И моим одноклассником, как это водится, был в отделах 6-7 лет. И дело в том, что я была самой высокой в классе. Потом, впоследствии, где-то классу к третьему, к пятому, я стала понимать, что мой рост уже не такой высокий. У меня начинались некоторые проблемы с тем, что я недостаточно высокая. Потому что, сами думаю, вы понимаете, как это неприятно, когда первое время ты самый высокий, то есть ты считаешь себя лучше всех, просто потому что ты самый высокий. Но дети, они же странные, да, мы можем считать всякую фигню, когда нам 5 лет, какой-то суперприоритетный. Я, например, считала, что супервысокий рост это показатель какой-то исключительности. И типа, у кого выше рост, то ты самый главный, самый лучший. Как ни странно, да, остальные дети в моем классе думали так же. Они думали, что раз я самая высокая, значит, я, наверное, самая крутая. Но это было так тупо, это было просто максимально тупо. И сейчас я понимаю, господи, какой же бред. Но, тем не менее, это было. И такая установка, все, она уже в моей голове появилась. Потом, когда я вырастала, когда я меняла уже школы неоднократно, я понимала, что я уже не самая высокая. Естественно, там уже пацаны давно выше меня, уже некоторые девочки выше меня. И это стало долбить меня по самооценке. Я стала как-то в себе замыкаться. Я стала очень сильно всего стрематься. Я стала стрематься нормально взаимодействовать с одноклассниками. Я стала стрематься нормально взаимодействовать со школой. Я стала ходить только на каблуках и на очень высоких. Конечно, я делала много всякой тупой херни. Например, я, знаете, что делала? Ну, я была, правда, совсем маленькая, мне, наверное, было лет 10, я тогда только-только стала осваивать фотошоп, и я качала фотографии подземные модели Виктории Сифрит, и, как бы, я вместо их лица ставила свое детское лицо. И я даже помню, что был то ли какой-то паблик, то ли какой-то форум, ну, в общем, что-то вот такое вот было, куда нужно было показать, скинуть свою фотографию, и я скидывала вот эту фотографию, и мне все писали, типа, ну, это же Кэндис на фотографии, а я такая, нет, это я, типа, это я, ничего не знаю. Вот я сейчас вспоминаю об этом, мне очень смешно, но в тот момент, ну, представляете себе, как меня обижало, то, что люди не верят, то, что это я на фотографии, мне совершенно было ровно на то, что там, как бы, тело очень взрослой женщины, а лицо маленького тупого ребенка, это был для меня десятый вопрос, но для меня было очень важно показать, что я высокая. И в какой-то момент времени, естественно, я, как и большинство женщин, кричила, что я хочу быть великой моделью. Когда мне было 13 или 14 лет, я летом пошла, помню, в какое-то модельное агентство, просто в какое-то модельное агентство, шла в интернете, прогуглила и пошла туда, да, на кастинг, на собеседование, и мне там сказали, девочка, ты еще маленькая, у тебя рост недостаточно высокий, и это сильно долбануло меня по моему самолюбию, прям максимально сильно, с того момента меня вообще унесло просто, вот унесло, как вот могло унести человека, я стала бояться выходить в люди, я стала бояться ходить в рестораны, я регулярно устраивала своей мамке-папке истерики на тему того, что какого хрена вы вообще меня родили, типа, почему я такая мелкая, почему я такая низкая, это, типа, все ваша вина, ну, типичные взаимоотношения с родителями нездоровых детей. И я видела в них корень всего зла, и очень сильно ругалась с родителями, в какой-то момент я просто разосралась с ними в ноль, мы просто прекратили общаться, потому что я не могла с ними нормально взаимодействовать. Они мне что-то говорили, а я начинала на них с истерикой орать, типа, меня спрашивали вопрос формата, ты хочешь есть, а я начинала орать, то есть, вот так вот все это проходило, и все было из моих комплексов. И если добавить ко всему этому столько учебы, которая на меня свалила, столько нагрузки, столько репетиторов, и вообще всего-всего-всего-всего, то можно сказать, что моя жизнь была просто пипец какая, несчастливая в тот промежуток времени, мы говорим сейчас про школьный момент, что просто ГГВП. В тот день, когда я поняла, что я больше не хочу комплексовать, что я задолбалась от всего, что происходит, я просто купила себе пару кроссовок, которые мне безумно понравились, чтобы у меня была постоянная мотивация, как бы их носить, а не так, что я купила всякие-то кроссовки, которые мне не очень нравятся, и все равно предпочитала каблуки. И я стала ходить в кроссовках, я стала заставлять себя ходить в кроссовках, и первое время мне было безумно неудобно, мне казалось, что все люди выше меня. Тех людей, которые были ниже меня или одного со мной роста, я их не видела. Я видела только людей, которые выше меня, я настолько вот сконцентрировалась на этой фигне. Но потом, когда я действительно через себя вот этот момент переступила, я стала понимать, что мои комплексы пропадают. Я перестала париться на этот момент, и сейчас я совершенно спокойно могу выйти без каблуков, и я совершенно спокойно могу находиться в любом обществе, я могу прийти в ресторан без каблуков, и, естественно, в моей голове нет больше этого бреда, что кто-то обо мне подумает не так, из-за того, что мой рост недостаточный. Кстати, рост у меня около метра шестидесяти пяти. Очень важно бороться со своими комплексами. Если вы не разрулите ситуацию со своими комплексами, вы не сможете полноценно жить. При этом вам никто, кроме себя, в этой ситуации не поможет. Конкретно в проблеме комплексов вы можете помочь себе только сами. И вы должны сами найти для себя достаточную мотивацию, чтобы свои комплексы преодолеть. Все, что вы можете для себя сделать, это принять себя. Ты все равно должна понять, что твои комплексы у тебя пропадут только в том случае, когда ты себя примешь. Что бы ты с собой ни делала, каблуки бы ты ни носила, линзы бы ты ни надевала, волосы бы ты там не вытравливала. Если у тебя, внутри тебя сидит твой комплекс, ты или его поборешь, или он поборет тебя. Поэтому реально нужно сконцентрироваться на своих достоинствах. В моем случае мне помогло конкретно следующее. Мне помогло то, что моя фигура соответствует моему представлению про идеал. Да, я вешу мало. Да, многие говорят, это не сексуально. Да, многие говорят, у тебя типа ни груди, ни попы. А мне нравится. И когда я стала концентрироваться на этом, когда я стала видеть в себе не низкий рост, а красивое тело, я поняла, что мне в принципе уже не так-то и важно то, что у меня рост не очень высокий. И когда я это поняла, меня попустило. И не было той ситуации, что меня отпустило от роста, и я стала переживать из-за того, что у меня глаза там условно не серые, а зеленые. А ведь могло бы. Могло бы, если бы я дальше продолжала бороться со своим комплексом каким-то фейком. То есть, если бы я продолжала ходить на каблуках, если бы я продолжала отказываться воспринимать себя. Избавление от комплексов это просто, по сути, путь в новую жизнь. Это путь в ту жизнь, где ты не реагируешь на окружающие мнения. И мне кажется, это очень важно, потому что все-таки комплекс по большей части связан с тем, что мы боимся, как нас будут воспринимать в обществе. Потому что мы боимся каких-то вещей. Например, некоторые полные люди, я точно знаю, очень боятся пойти в первый раз в фитнес-зал. Они понимают, что они идут в фитнес-зал для того, чтобы заниматься, чтобы привести свое тело в норму. Но они боятся туда прийти, потому что они знают, что они придут, а там уже вот такие вот худющие, красивущие, фигуристые девушки будут заниматься. И типа, а как эти девушки будут на меня смотреть? И вот эти комплексы, они, по сути, заворачивают тебя в такой круговорот идиотизма. Когда ты вроде как бы хочешь от этого избавиться, но ты не можешь. Но тут так все и работает, в этом тут и прикол. Когда ты себя пересилишь, у тебя все классно будет. И ты даже не заметишь, как быстро все это из твоей жизни уйдет. Когда я первый раз пять надевала кроссовки, мне, блин, было так пипец, как плохо. Я постоянно чувствовала себя неудобно. Я настолько себе внушила, что мне некомфортно в кроссовках, что я испытывала физическую боль. Я испытывала боль от того, что я устаю. То есть, типа, у меня устают ноги на кроссовках, но никогда не устают на каблуках. И это действительно была правда. Я настолько сильно себя загнала. Сейчас у меня этого идиотизма нет. Если я надеваю кроссовки, мне в них комфортно, как и должно быть нормальному человеку. Если я надеваю туфли, мне в них, благо, тоже комфортно, просто потому, что я научилась ходить на каблуках. Но это все. Обязательно делитесь со своими знакомыми этим видео. Пусть все понимают, что комплексы нужно в себе побороть. И мы имеем силы для того, чтобы это сделать. Потому что у меня это получилось. Если это получилось у меня, то и у тебя это тоже получится, если ты реально поставишь себе цель избавиться от своих комплексов. Все можно в этом мире преодолеть. Было бы на то желание и достаточная мотивация. Моя мотивация была просто в том, чтобы начать нормально жить. Начать нормально, спокойно жить. И перестать страдать этой херней, когда ты не можешь вообще ничего сделать. Потому что ты переживаешь, блин, а вдруг я недостаточно высокая, чтобы прийти в ресторан. Вы вообще вдумаетесь? Вот вы просто вдумаетесь в этот дебилизм. Я недостаточно высокая, чтобы прийти в ресторан. Что думаете? Я думаю, что это дебилизм. И как бы я уже об этом сказала, но я еще раз повторю, потому что это дебилизм. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до новых встреч. Наверное. Субтитры сделал DimaTorzok